В Ярославлево эти минуты проходят публичные слушания по проекту городского бюджета. Фактически сами горожане участвуют в формировании главного финансового документа областного центра. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Георгий Колчин. Георгий, добрый вечер. Много ли людей сейчас на слушаниях и активны ли они или просто отсиживаются? Сергей, приветствую. Обсуждение городского бюджета сейчас в самом разгаре. На него пришло очень много людей. В зале практически нет свободных мест. Перед началом публичных слушаний мы устроили небольшой опрос среди пришедших. Вопрос звучал просто. На что бы вы прежде всего потратили городские деньги? Среди ответов чаще всего звучали ремонт дорог, содержание домов, благоустройство дворов. Нельзя отказываться от социальных программ. Это понятно, однозначно для всех. Ну и по возможности сохранить финансирование, возможно, из федерального бюджета, не обязательно из городского или областного. Это то, что касается содержания уличных дворовых территорий, дорог, ну и всего, что касается коммунального хозяйства. В начале публичных слушаний перед собравшимися выступил директор департамента финансов мэрии Ярославля. Доходы городского бюджета планируется утвердить в размере 7 миллиардов 400 миллионов рублей. Расходы городского бюджета практически 8 миллиардов рублей. Бюджет формируется дефицитный. После выступления собравшиеся могли внести в проект свои дополнения и предложения. После этого за проект проголосовали. Уже после этого проект со всеми дополнениями, предложениями граждан будет внесен в муниципалитет для окончательного рассмотрения и голосования. Сергей? Спасибо, Георгий. Это был Георгий Колчин, который следит за публичными слушаниями по городскому бюджету.